Владимир Быстров был уникальным игроком для отечественного футбола. Обычно в чемпионате России вингеров именуют деревянными, даже пылая энергией, они порой не могут нормально попасть по мячу. Быстров изменил эту ситуацию в корне. Вертешащего справа Владимира можно было наблюдать чуть ли не в каждом матче, но этот образ просто скрывал очевидное. Будучи вингером, Быстров всегда был ограничен небольшим пространством и при видимой активности часто не мог продвинуть атаку вперед. В те годы многие не понимали, почему Владимир так и не уехал в Европу. Ответ становится очевиден, если посмотреть на его выступления за сборным. Принципиально другой уровень соперников, которые внезапно оказывались сильнее Томи и Кубани, полностью обезоруживал звезду Спартака. За 47 матчей Быстров не запомнился практически ничем, при том, что голов от вингера никто не требует. Здесь Владимир исключение, полностью подтверждающее данное правило. Скандально вернувший в Зенит, он забивал безумные мячи в 6 матчах подряд. Больше Хавбек никогда и близко таких навыков скорострельности не демонстрировал, так что настоящая причина строго российской карьеры Быстрова это игра на чрезвычайно узкой и малоэффективной позиции.